На этом видео я хочу поговорить еще немножко о шидухах, о кризисе в шидухах в наше время, о том, что можно предложить, чтобы хотя бы частично исправить проблему, и о встречах в общем. Как, на мой взгляд, должны проходить встречи, и что можно сделать, чтобы улучшить шансы, чтобы как можно больше шидухов заканчивались свадьбой. Конечно, я имею в виду, что если люди действительно друг другу в результате подойдут, и у них будет счастливая жизнь, да, успешный шидух — это не только свадьба, а самое главное, что потом это не закончилось бы разводом. Но, на мой взгляд, многие шидухи не заканчиваются свадьбой, хотя на самом деле эти молодые люди могли бы, поженившись, жить счастливо, но, к сожалению, по каким-то причинам шидух далеко не заходит или прерывается в самом начале. Я хочу немножко поговорить об этом. Мы уже не раз упоминали с вами разные вопросы кризиса шидухов, одну тему, которую я затронул, что в определенных общинах мальчики обычно немножко старше девочки, и получается, что община все время растет, у людей больше, чем два ребенка на семью, конечно, в среднем, то получается, что мальчиков просто не хватает на количество девочек, которых немножко больше, потому что они младше в среднем. И это одна проблема, одна сторона кризиса шидухов. Но, на мой взгляд, это даже не главное. Это тоже в определенных только общинах, где именно принято, что мальчики немножко старше, там это определенный имеет эффект. Но то, что я заметил как шадхан за последние годы вообще, и сравнивая с тем, как это происходило в мое время, и как, насколько я понимаю, это было раньше, люди со временем гораздо больше стали отказываться от хороших шидухов, или, в общем случае, от возможных шидухов, и не хотят вкладывать, да, не хотят, так сказать, даже встречаться часто, даже дать шанс шидуху, который, на их взгляд, не полностью подходит. У меня есть книга, которую я называю «Магнум опус» из писания Рабихайма Уолдера. Это один из моих любимых раввинов современных. Он психолог, или, в общем случае, как говорят по-английски, social worker в Израиле. И он пишет в основном истории разные, но он написал вот одну книгу, которую он назвал по-английски, она называется «Advice for Life». Наверное, это перевод с иврита. В высоком случае, это книга, в которой он действительно поместил все свои идеи, вкратце, на всевозможные темы. Что делать, если ребенок вроде бы показывает знаки, что он не хочет больше соблюдать, или не хочет больше учиться в Яшиеве, да, то, что говорят по-английски «off derech», «как решить проблему с оплатой свадьб». Да, это тоже еще один кризис, что у нас очень дорогие свадьбы в общине, и люди берут долги, и не могут потом расплатиться. Разные вопросы на совершенно разные темы. Очень интересная и важная книга, и с хорошим алфавитом указателем, по которому можно искать его идеи. Так вот, в том числе он пишет здесь на 362-й странице, что когда доходит до шидухов, многие люди боятся даже предложить шидух. То есть, получается, эффект, что люди не хотят предлагать шидух, чтобы не оказаться потом врагом тому, кому предложил. Почему? Потому что часто реакция, как вы смели такой вообще шидух предлагать? Моей девушке такой прекрасный, как мы могли вообще такое даже подумать, предлагать, допустим, разведенного, или еще какой-то вариант. Бывает, что девушке, например, уже лет так 35, она еще никогда не была замужем, но ни на какие компромиссы она не готова идти. Она все равно хочет мужчину, который будет во всех отношениях очень хорошей, как она всегда искала, и как ей кажется, что ее подруги вышли замуж в 22 или 23 года за таких именно. И она уже в 35 тоже продолжает искать такого. И когда я предлагаю, допустим, разведенного, или Гера, или еще кого-то, кто по ее представлениям ей не должен подходить, и она сразу же, да, и родители все отказываются, еще кто-то предложил, становится врагом. Так вот говорит Рафхайм Волдер, что бывает, что превращают мамаш цадика, в скобочках, шатхана. Не то, что все шатханы, цадики, но бывает, что в данном случае шатхан как раз пытается помочь. Да, бывает, что даже человек, который не шатхан профессиональный, просто сосед или знакомый, который хочет помочь, так они предлагают превращать цадика в злодея, наоборот. Все наоборот переворачивают. То есть говорят, как он смел такое предложить? Так из-за этого люди действительно потом отказываются предлагать. Лучше я никого не предложу, я останусь их другом в семье, чем предложу кого-то, кто им покажется, что не на их уровне, и они потом будут меня ненавидеть. Зачем мне это нужно? Это одна проблема, что люди не готовы часто рассматривать не совсем обычные варианты шидуха. У нас, кстати, у меня был такой случай, что я одной девушке предложил молодого человека, который, кстати, в остальном во всем вроде и должен был бы подойти. Он адвокат, и он никогда не был женат, ей было, кажется, 30 в этот момент, ему было тоже чуть больше 30, по возрасту подходил, но он был ее немножко ниже, может быть, на пару сантиметров даже, я не помню точно. Не так, чтобы это было сильно заметно, может, это вообще будет незаметно. Вот. Она отказалась. Хорошо, отказалась, так отказалась. Я не из тех шатканов, которые настаивают. Потом я предложил кого-то другого мальчика, такой мальчик ее заинтересовал, но сам мальчик отказался. Я из тех шатканов, кто иногда предлагает сначала девушке. Есть люди, которые всегда сначала делают предложение мальчику, потом девушке. Видимо, чтобы не обидеть девушек, но я стараюсь сначала сделать предложение той стороне, которая, на мой взгляд, больше выбирает. В смысле, что я хочу скорее получить отказ сразу, чем потом, чтобы людей не обижать. То есть я не хочу попадать в ситуацию, когда я предложил в одну сторону шуток, ответ был «да», а потом в другую сторону ответ был «нет». Я стараюсь такие ситуации избегать. Поэтому сначала оцениваю, в какую сторону более вероятно получить отказ, и это предложение делаю первым. Поэтому в данном случае мне показалось, что скорее откажется она, чем он. Я ей предложил, она сказала «да». Я ему предложил, он сказал «нет». Я ей написал, ну, мне нужно было как-то это складить. Я сказал, ну, если хотите, можете рассмотреть снова первый вариант вот шидуха, тот, значит, молодой человек, который чуть-чуть ее ниже. Она так обиделась на меня. Говорит, что вы, это шатханы, смотрите на нас, раз нам уже 30 лет, мы уже, типа, материал, который, так сказать, на выброс, и предлагаете нам, чтобы попало. И как-то очень она на меня обиделась. Совершенно зря. Я деньги за шидухи не беру, я пытаюсь реально людям помочь. Сейчас я гораздо менее активно занимаюсь шидухами в последние годы. И, собственно говоря, это как раз вот эффект, похожий на то, что описывает Рабихай Молдер, что именно из-за, знаете, тяжелая психологическая работа, да, это тяжело для человека быть шатханом. Не все это выдерживают. И в том числе, вот, когда постоянно получаешь негативные отзывы и очень нервная профессия, так сказать, там нужно на пенсию выходить рано после такой нервной профессии. Во всяком случае, одна идея, на мой взгляд, это чтобы люди гораздо больше были готовы, если действительно серьезно ищут шидух, гораздо больше были готовы рассматривать и дать возможность. Вот моя жена, например, говорит, что когда она ходила на шидухе, она всегда давала возможность любому варианту. Более того, она, как правило, была готова второй раз тоже выйти. И говорила нет после даже первой встречи. То есть давала варианты. Поэтому она и вышла замуж в 20 лет, в 21 год. Почти в 21, да. Люди, которые готовы давать возможность разным шидухам и даже тем, которые кажутся вроде совсем неподходящими, то у них скорее шанс будет, что, в конце концов, они будут замуж. А вот те, которые сразу отвергают, и если что-то не подошло, они не готовы рассмотреть, может быть, на какие-то компромиссы пойти, то им гораздо тяжелее потом найти шидух. Это первая важная деталь. Кстати, были уже случаи, когда люди наотрез отказывались встречаться с каком-то типа вариантом шидуха, а потом случайно оказывалось, что именно вот такой шидух им и подходил. Например, был один случай, который я уже рассказывал на другом видео, когда мальчик никогда бы не рассматривал сифарскую девушку. Но получилось, что он совершенно случайно, так вот Всевышний оркестрировал это раз, это была его вторая половина, он случайно совершенно встретил девушку, которая должна была встретиться с кем-то другим. Получилось, что они оба в лобби отеля пришли, и он встречался, и другой мальчик. И получилось, что он не стой сидел все это время, и как-то, видимо, не услышала, когда он спросил ее имя, та ли это, и так как он ожидал, что кто-то его будет ждать, то получилось, что он с ней все это время просидел, а потом, соответственно, он хотел только на ней жениться, она ему так понравилась, и он ей очень понравился, но они тут только найти не могли, потому что у каждого, на самом деле, был назначен шидух с кем-то другим. И он всех шатханов поднял на ноги, чтобы искали ему, с кем же он тогда встретился. И только через какой-то длинный срок удалось какой-то шатхан это очень активно узнать, что оказывается он с какой-то сефарской девушкой встретился, что ему и в голову не пришло тогда. Ну и, конечно, как только нашли, они друг друга все это время ждали, искали, то кончилось это все очень хорошо. Но к чему это все он ведет? К тому, что, если бы ему предложили такой шидух, он, конечно, отказался, ему бы и в голову не пришло, что сефардим совсем другая община, другие обычаи. А оказалось, что вот это его вторая половина, и действительно они счастливые люди теперь. Вот. Поэтому нужно, на мой взгляд, во-первых, быть готовым на разные варианты, и больше готовым на компромиссы, и главное давать шанс, а не отказываться сразу наотрез. И уж тем более не винить шатханов, потому что этим вы только делаете работу шатханов более тяжелой, и многие шатханы отказываются потом делать эту работу, или, в основном, вам будут отказываться предлагать шидух им, зная, что реакция такая агрессивная на шидух, который показался неподходящим. Вам не нравится предложение? Окей, скажите нет, и очень вежливо, и поблагодарите за то, что человек старается, даже если это совершенно неподходящий вариант вам предложили. А если хоть как-то это может подойти, то лучше, на самом деле, дать этому шанс, или, в любом случае, не торопиться сразу отказываться. Часто люди отказываются, не говоря вообще, почему они отказываются. Это чаще всего происходит на шидухах через интернет, на нашей датабазе, на пребазе данных, шидух.org, на нашем сайте, часто посылаешь предложение, во-первых, не сразу получаешь ответ. Бывает, что ответ дают через месяц, через год, бывает даже через несколько лет, но вдобавок еще, когда ответ нет, то очень часто не отвечают, почему нет. Иногда, может быть, это правильно, но во многих случаях есть большая польза для шатхана, и для других шатханов тоже, чтобы знать хотя бы, какого типа шидух эта сторона не рассматривает, чтобы больше не предлагать таких, чтобы знать, где искать и что искать. Это первое. Во-вторых, уже когда люди начали встречаться, как это сделать наиболее эффективным? Вот мне недавно пожалался один человек, он абсолютно прав, на мой взгляд, на сто процентов, что часто такие встречи превращаются в свое интервью, то есть все не натурально идет, не так, когда люди встречаются, а именно вот как будто друг друга в друг у друга интервью берут. Поэтому, на мой взгляд, нужно дать некоторые советы о том, о чем вообще говорить во время шидухов и как это сделать, чтобы это не превращалось, возможно, в интервью. Тут, во-первых, есть специалисты. Опять же, процитирую Алахайму Волдера из той же книги Advice for Life, да, советы для жизни, на все случаи жизни. Теперь советую из страницы 229. Он там пишет, он вообще обсуждает здесь совсем другую тему в этой главе, о том, что бывает, что мальчик или девочка, чаще мальчик, это происходит даже в религиозных семьях, даже в хороших семьях, которые, в общем, ничего плохого не сделали, неправильного в отношении своих детей. И Шиву тоже невозможно винить, и не всегда возможно винить. Но бывает, что ребенку нужно особый, так сказать, к нему подход, потому что ребенок начинает отходить от Торы, как бы. И он в том числе обсуждает, что есть специальные организации, он в том числе упоминает в Израиле есть какая-то организация Лев Шомер, что сначала звонишь и какой-то анонимный человек отвечает и слышит о проблеме, и потом появляется специальный, как бы, человек с которым, который будет как ведущий, что ли, как канцелор по-английски, да, который будет, допустим, с этим мальчиком потом общаться и как-то его вести. Эти люди, у них огромный опыт, они профессионалы, они друг с другом делятся опытом, поэтому это, как он приводит, очень большой имеет эффект, он приводит примеры людей, реально, он же с этим все время работает, у него-то опыта больше, чем у других, и он говорит, примеры людей, которые, фактически, какая большая разница, он приводит, ну, конечно, не настоящие имена, просто неких Шму или Яков, что один из них, оба они примерно в одном возрасте, у них начались серьезные очень проблемы, но в одном случае родители обратились в организацию, даже чисто случайно мама увидела объявление про вот этот Лев Шуме, потом на организации есть и в Америке, позвонишь, сначала анонимно тебе помогают, и вот она, когда обратилась, появился вот этот канцелор для ее сына, и постепенно, да, сын выправился, его снова взяли в Ешиву, и все, все было хорошо, а вторая семья не обратилась, и у них столько проблем, кстати, сын в тюрьме теперь, настолько докатился, то есть, буквально, совершенно два, два противоположных конца, хотя начало было у них обоих одинаково, оба могли бы закончить одинаково, все зависит от того, насколько, значит, готовы люди получить профессиональную помощь, некоторые люди стесняются, да, это как бы своего рода признание, что ты сам ошибся в хинухе, что ты что-то сделал не так, но это может произвести с кем угодно, и это не обязательно, что вина родителей, это просто нужен особый подход, именно вот людей, которые в этом разбираются. Так вот, заодно он упоминает в этой главе про то, что вообще, когда вот звонят по этому анонимному номеру, можно с людьми говорить на разные темы, для начала просто говорят с ними, и в том числе, некоторые, как он говорит, бохарим, молодые люди, они не знают, о чем говорить во время шидуха. Это, говорит, все понятно, ничего страшного в этом нет, это совершенно нормально, да, ведь молодой человек, который привык только со своими друзьями общаться, у нас все-таки общество, особенно в харидивном, да, в харидивных кругах, общество такое, что мальчики общаются с мальчиками, девочки с девочками, у них просто нету вообще никакого опыта противоположного, общения с противоположным полом, только может быть с сестрами, да, только у этого бохара, который привык только со своими друзьями общаться, если он еще тамит хахам, он в основном, да, общается по отношению к геморре, да, так это не совсем то, о чем он будет говорить во время шидуха, что же ему посоветовать? Так вот, они, соответственно, опять же, есть люди, которые, есть у нас в Америке, кажется, называются они дейтинг-кауч, да, коуч, тренер для шидухов, для встреч, да, то есть человек, который, опять же, опытный и может какие-то советы дать, как именно себя вести во время встреч. Опять же, я не дейтинг-кауч, не могу здесь много личных советов давать, но, как минимум, мне кажется, человек должен идти на встречу приготовленным, то есть у него должно быть запасе, идеи, о чем он на самом деле хочет говорить, если не о чем будет говорить. Бывает, что, например, он идет и знает, или узнает, когда встретится, что эта девушка в любом случае любит сама разговаривать, тогда все, что нужно, это ее немножко вести, чтобы она вставлять нужные вопросы где-то, чтобы она сама продолжала разговаривать о своей семинарии, о своей школе, о своих, да, что ей нравится, хобби, все что угодно. Это достаточно, так как в свое время Дэл Каннеген написал, что хорошим, чтобы быть хорошим, чтобы приятно было человеку с вами общаться, то достаточно просто слушать его внимательно или ее, и вовремя вставлять нужные вопросы, и в основном вторая сторона будет все время разговаривать. Вот. Это для тех ситуаций, когда девушка более разговорчивая, чаще всего так и случается. Но бывает, что и девушка, как это по-английски, он the quiet side, более тихая, и если мальчик тоже ему, так сказать, за словом в карман таки лезет, у него нету ничего приготовленного с собой, то это может быть очень, как это по-английски awkward, очень такая странная встреча, когда оба молчат. Поэтому нужно какие-то иметь идеи. Можно, в конце концов, истории какие-то знать того же Раба Хаева Молдера, можно подумать о том, что вы хотели бы спросить, но не как интервью, опять же, в этом интервью, я согласен, что это серьезное замечание, что если это выглядит как интервью, то можно таким образом человека испугать. Мой лучший друг рассказывает, между прочим, что он уже сначала, когда искал шедухи, то ему иногда предлагали людей, которые недостаточно религиозные. Девушка не была достаточно религиозной, хотя ее считали религиозной, но вот в их общине, в ухарской общине, там много, так сказать, непонятного было, когда недавно приехали из Узбекистана, допустим, из Таджикистана, это бывает, что считают своих детей религиозными, даже если они очень-очень модерны и еле шаббат соблюдают. А он совсем не такой уровень религиозности искал, он искал религиозную по-настоящему, харидимную девушку. Поэтому он сразу же уже стал, когда понял, что происходит, стал делать своего рода интервью, чтобы точно узнать, что она религиозная по-настоящему. Так он говорит, что из-за этого он чуть ли не потерял ши-дух, что та же женщина, которой он в результате женился много-много лет назад, уже лет 15 или больше назад, в результате именно она, услышав, как он ее интервью делает, какие вопросы задает, она вообще не хотела дальше встречаться. Понимаете, вот это как раз то, о чем я говорю, что если делать это как интервью, то можно таким образом испугать вторую сторону и не получится. Поэтому нужно с одной стороны действительно хочется узнать, но, во-первых, узнать можно не напрямую, а через, как говорят по-английски, references, через тех, кто знает этого человека, девушку или этого мальчика, у них узнать конкретно, какой их уровень религиозности. А вот когда встречаешься, лучше всего построить это, чтобы это было более как-то натурально происходило, не как интервью. Один мой совет, мне кажется, что люди, которые хотят избежать подобной ситуации, чтобы было все более натурально, пусть идут встречаться не в ресторане, а, например, прогуляются в парке, может, в зоопарк сходят или в ботанический сад или куда-то еще, где что-то интересное. Есть много кошерных мест, куда, в принципе, можно сходить вместе, и там можно как-то более себя вести натуральным образом и не начинать сразу же с проблем, не будет сразу же возникать проблемы о том, о чем разговаривать. Но, в любом случае, нужно иметь, так сказать, в кармане какие-то варианты, если затихнет разговор, что еще обсудить, о чем спросить, какие-то интересные идеи, что-то, что может, в любом случае, держать, чтобы беседа продолжалась, чтобы не затихала. И если у него, например, есть какие-то шутки даже, которые он знает или может их узнать заранее, чтобы быть готовым. Это все хорошие идеи, на мой взгляд. Но, конкретно, я уже сказал, что каждый индивидуал желательно, чтобы с профессионалом говорил, какие именно, особенно, если у человека уже несколько лет, ищет шидух, и все не получается, и не доходит, скажем, до второго или третьей встречи, то, видимо, что-то он или она делает не так во время самого шидуха. То есть, что-то нужно изменить. Если они получают, как говорится, первую встречу, получают ответ «да» во время для первой встречи, а дальше дело не заходит, то, значит, нужно что-то менять в том, как встречаются. Если они и первую встречу не получают, тогда нужно что-то менять в резюме, или смотреть, может быть, искать других шатханов более активных. Это уже другой вопрос. Но если до первой встречи доходит, а до второй или до третьей не доходит, то нужно смотреть, может быть, можно что-то изменить в том, как встречаются. И для этого, как я сказал, Есть профессионалы и есть люди, которые могут во всем этом помочь. Я желаю каждому, кто ищет шидох, найти хороший шидох, чтобы у вас без Радашем была семья, и чтобы этот шидох совершился свадьбой, которая в результате не закончится хасвишалым разводом. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк.